День Святого Оливьего Блаженного Винегрета Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, дарвавший нам Тору, дарвавший нам Живую Тору, Ишуа, Мессию. Благословен Ты, Бог, дарующий нам радость в изучении Слова. Спасибо Тебе за каждый день жизни. Спасибо Тебе, что Ты приходишь к нам, и наша жизнь становится яркой и прекрасной. Амин. Недельная глава, которая была вот на этой неделе, называется Бо. Очень так, емко, Бо. И она означает, то есть, как бы, выход, уходя, исход. Мы поем Бо, Ру, Лох, Иллахим, приди. Вот, что происходило там. Это Ботие, 10 глава, с 1, 10, 1, 13, 17. Итак, в этой главе разбирается восьмая казнь, которая потом разбирается девятая казнь, десятая. Ну, вы понимаете вообще, если посмотреть на то, что происходило там, это, ну, мы читаем. Мы читаем, что происходили какие-то события. То есть, в Египте происходило чудеса Божьи. Бог являл себя. Бог являл себя, как Бог. Он поражал египетских богов. Он поражал всякое неверие народа своего. И то, что происходило там, ну, оно, как бы, служит нам не только напоминанием, оно служит нам постоянным утверждением в том, что Бог является Богом. Если мы посмотрим начало этой главы, это, давайте, 10 глава, я ближе микрофончик возьму. Так, открываем вместе 10 главу. И там со 2 стиха написано. И сказал Бог, обращаясь к Маше, иди к фараону, и пожесточил я сердце его, и сердце слуг его, дабы совершить мне все эти знамения мои на них. И дабы рассказывал ты сыну твоему и сыну сыну твоего о том, как наказывал я египтян и о знамениях моих, которые я совершил среди них. И познаете, что я Бог. И вы знаете, я когда-то уже говорил об этом, что мы люди, у нас, как бы, есть такое понятие, как духовный склероз. Мы очень часто забываем то, что Бог делал в наших жизнях. И постоянно Бог предупреждает свой народ, Он предупреждает нас через Писание. Помните, напоминайте, сия вам знамения, учите ваших детей постоянно, постоянно, постоянно. И приходит такая мысль, ну, у нас памятью что-то стало, то, что было не со мной, помню. Ну, это правда. На самом деле мы склонны забывать многие вещи. Мы склонны помнить какие-то плохие вещи, мы склонны помнить какие-то ошибки, но мы забываем порой, как благ Господь. И Он всегда говорит напоминание. Помните, 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 вспомните, расскажите. Каждый год праздники, чтобы напоминать нам о том, что Бог совершил в жизни Израиля, что Бог совершил в наших жизнях. Понимаете? И я все время думал, ну, глава большая, в ней много чего интересного. Там и казни, там и история Песоха, то есть то, что скоро грядет, Пасха. Вот если у нас, как бы, Новый год считается, то мы знаем, что библейская вообще календарь, это первый месяц, это Пасха, Песох, праздник избавления, праздник прохождения смерти мимо домов. Понимаете? И получается, почему же Бог все время, там есть законы пасхальной трапезы, там уже сам, совершенный сам исход, что происходило. То есть можно разговаривать и рассказывать, можно снимать целые кинофильмы. Да? И вот как Александр говорит все время, что есть, знаете, когда я выхожу, приходит трагизм. Так сегодня будет оптимистическая трагедия. Я сегодня буду говорить трагедию с оптимизмом. Почему? Потому что то, что происходило в Египте, действительно служит напоминанием каждому из нас. Да, там происходили ужасные вещи. Вот подумайте, Бог сказал, помашь косяки дверей дома, да, и, ну, евреям. И если я пройду мимо этих косяков, я увижу кровь, я не зайду и не убью первенцев, да. А вот если не найду этой крови, убью первенцев. У меня возник такой вопрос. А если бы евреи, например, не помазали, зашел бы туда ангел-убитель или нет? Зашел? Зашел. Умер бы первенец. А в другой момент, они могли потом совершить исход? Конечно, могли. Конечно, могли. И они, может, даже кто-то из них и сделал так. Может, кто-то из них и подумал, а ладно уже. Я сегодня хочу поговорить о рабстве. Может, такая тема, о которой я постоянно говорю, но я увидел здесь опять эту тему. Вы знаете, если смотреть на это слово вообще, во второзаконии дальше говорится о том, что «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедовала в Господь Бог ваш, то скажи своему твоему, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкой и мышцей своей. Рабами мы были». Понимаете? Очень часто мы забываем, ну как бы Бог, вот именно истинность Писания, она даже то, что Библия, она имеет, ну как бы Писание, оно правдиво. Почему? Потому что вы где-нибудь встречали, какой-то народ говорил про себя. Вот мы были плохими, мы были нехорошими. Да нет, мы всегда побеждали, мы всегда были сильными, а тут происходит такой момент, мы были рабами. И Он говорит, не забывайте о том, что вы были рабами. Каждый шаббат помните о том, что вы были рабами. Всегда помните, что вы были рабами. Почему? Потому что рукою крепкой Я вывел вас. Не вы вышли, а Я вывел вас. Бог как бы настаивает на том, что Я Бог сильный. Я источник свободы. Обращайте на меня внимание. Обращайте внимание, кто вас. И вы знаете, что тенденция рабства, она в каждом из нас. Каждый из нас является рабом в чем-то. Нравится это нам, не нравится, но это правда. У нас есть какие-то привычки, с которыми мы уже смирились. У нас есть какие-то обстоятельства, на которые мы махнули руками. Почему? Потому что рабу легко. Раб привык, что из-за него принимает решение кто-то. Хозяин говорит, раб делает. Хозяин говорит, раб не хочет, все равно делает. Кто виноват? Виноват хозяин. Кто виноват в том, что он в плохом положении? Виноват хозяин. Свободный человек, он, знаете, свободный человека можно узнать по одежке, как говорят. Ну вот смотрите, у нас как-то был на домашней группе, вот я был, и был разговор. Как можно узнать, что отец является отцом? Ну вот, что мужчина красивый, умный, взрослый является отцом. Ну конечно, у него есть дети. Они или родные, или приемные, но он отец, потому что у него есть дети. И люди, которые смотрят, говорят, да, это отец, у него есть дети. Ну а если я приду и скажу, я отец, вот посмотрите на меня, я отец, я великий отец. Ну, мне спрашивают, а твои дети где? Так же самое и с рабством. Свободный вот человек, попав в рабство, его видно, в нем есть свободный дух. Даже цепи не дают ему, даже вот цепи на руках, ты понимаешь, что человек свободен. А раб в царских одеждах остается рабом. Ты смотришь на него и понимаешь, это марионетка. Почему я говорю сейчас о рабстве? Я говорю о том, что в жизни каждого из нас есть области, в которой должен произойти свой Песах, свой исход. То, что совершит должен Бог. Есть вещи, которые годами нас мучают. И мы к ним привыкаем, мы привыкаем к каким-то вещам, которые мучают нас. Нам не нравится это, ну ладно уже, так и быть. Но приходит Бог. И вы знаете, самое главное, что я увидел в этой главе? Что выход из рабства, это действие самого человека. Человек должен выйти из рабства. Бог ему поможет. Бог хочет, чтобы человек вышел из рабства. Он все приготовил. Но если человек не помажет косяки дверей, если он не послушает согласово Божьего, он останется в Египте. Он не выйдет из рабства. Если у человека есть проблемы, надо признавать, что они есть. На самом деле, знаете, у меня есть проблема. Но я знаю, что Бог может дать мне силы решить. Каким образом? Если я плохой человек, непослушный, я начну учиться послушанию. Понимаете? То есть практически выход из рабства, это выход. Выходя, выходи. Не оставайся на месте. И что происходит дальше? Дальше происходит, знаете, что рабство, это такая вещь, что нацепляется к нашей жизни до такой степени, что она очень нам не нравится. Ну, как бы, рабство не хочет умирать. Я когда-то читал книгу Артура Катца, называется «Закон свободы». И он приводил пример, что однажды он присутствовал при такой, как бы, вещи, что он видел, как зарезали свинью и зарезали ягненка. Ну, там какой-то был вечеринка, там барбекю. И он видел, ягненок умер кротко, смиренно, быстро. А свинья визжала до тех пор, пока из нее выходила не вышла вся кровь. И даже когда вышла кровь, она брыгалась. И он пишет так, что вот грех, рабство, это вот как эта свинья, она не хочет умирать. Ей нравится жить. И она хочет, чтобы этой своей жизнью портить жизнь другим людям. Понимаете? Но что делает Бог? Бог приходит и изменяет жизни. Он выводит нас. Он дает нам руку. Но опять же, если я тону в реке и кричу, «Помогите, помогите!» и мне протягивают руку, мне надо протянуть руку в ответ. Если я не протяну, виноват я. Понимаете? Чаще всего раб сходен судить других людей. Что кто-то не подал ему руку, что кто-то к нему не пришел, что кто-то не позвонил, когда он заболел. Слушайте, неужели тяжело поднять трубку самому и сказать, «Ребят, заболел, помолитесь». Но как же я могу сказать, «А вдруг будет тяжело?» «Будет тяжело». Может, будет тяжело тому, кто мешает тебе. Потому что сделал один раз шаг, ты сделаешь выход дальше. Понимаете? Я вам скажу, что в этой главе можно учиться много чему. Но я увидел очень важный момент. Выход из рабства возможен только по-божьему. Мы можем выйти только так, как говорит нам Бог. Потому что Бог конкретно сказал, возьмите ягненка, принесите его в дом, принесите в определенное время его в жертву, помажьте косяки, сядьте с семьей, кушайте, а утром, встав, поспешно уходите. Он не сказал, ну ладно, делайте как хотите, а потом уже там посмотрим по обстоятельствам. Поэтому если в нашей жизни есть место какому-то рабству, послушайте, нам нужно выходить, не бояться, не бояться, знаете, рабы боятся, рабы они не мы. Понимаете? Они молчат, они не могут говорить, им нельзя говорить. Свободные люди, они могут это делать. И Писание говорит по Санне и Галатам, что к свободе вы призваны. К свободе вы призваны. И еще написано, что посмотрите, какой ценой искуплены мы из рабства. Послушайте, мы не рабы, мы дети Божьи, потому что Ешуа умер на Голгофском кресте. Он умер и он воскрес. И благодаря этой искупительной жертве мы имеем свободу. Но опять же, свобода, купленная дорогой ценой, принадлежит нам. И мы сами должны как бы двигаться в этом. Мы сами должны выходить из рабства. Мы сами должны делать какие-то шаги навстречу Богу. То есть, Бог не будет делать все за нас. Он уже все сделал. Нам остается сделать нашу сторону. Извините. Поэтому, эта глава недельная, которая рассказывает нам, кажется, об истории пасхальной недели. Эта история рассказывает нам о том, что происходило там, в Египте. Она учит нас простым вещам. Ну, как я вижу. Это мой комментарий. Простите. Я понимаю, что рабы, рабы должны быть свободны. И Бог хочет, чтобы все были свободны. Но выход зависит от нас. Услышим мы, выйдем мы, войдем в землю битаванную. Если мы услышим, но не сделаем то, что говорит Бог, ну, простите меня, мы останемся в Египте. Если мы, то есть, вот это если, 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 понимаете. Я знаю, что каждый из нас хочет быть свободным. Каждый из нас хочет иметь радость. Каждый из нас хочет иметь, ну, не знаю, хочет быть, лететь, как говорят, знаете, расправить крылья. Но опять, все зависит от нас. Потому что Бог уже все сделал. Ну, простите, такой мой комментарий, может быть, в нем мало такого копания по словам, но я хочу вам сказать, рабами мы были. И вот последний момент. Я помню, когда Ишуа, помните, в Писании он приходил и говорил, что пришел к фарисеям, и они говорят, мы никогда не были рабами. Мы никогда не были рабами. Так давайте мы не будем такими людьми, которые забудут, забудут, кем мы были, откуда нас извлекли, кто нас оттуда взял. Давайте мы будем благодарны Богу за то, что происходит в наших жизнях. И маленькая страшная вещь. Послушайте, в каждом из нас все равно остается что-то, что нуждается в изменении. И хорошая новость. Это возможно изменить. Потому что он уже совершил это. Субтитры создавал DimaTorzok